Подготовка к осенне-зимнему периоду стала главной темой еженедельного совещания у главы Чувашии. Подробности в следующем репортаже. Большинство предприятий ЖКХ Республики готовы к зиме на 99%. По словам министра строительства Олега Маркова, укомплектован штат ремонтного персонала, сформированы аварийные бригады для своевременной ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовлена техника, котельные, тепловые и водопроводные сети. В летний период заменены 95% ветхих тепловых сетей и 98% водопроводных. Из 26 муниципальных образований основные виды работ на объектах коммунального комплекса практически полностью завершены в 14 муниципальных образований. Завершается работа по подготовке котельных в Аликовском, Красночитайском, Порецком, Цивильском, Чебоксарских районах. То есть осталось подготовить каждому муниципальному образованию по одной котельной. По-прежнему актуальным остается вопрос задолженности предприятия ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями. С весны 2013 года долг за тепло сократился на 31%, но все же он превышает 2 миллиарда рублей. За газ долги тоже сократились до 254,5 миллионов рублей. В столетию Чувашии готовность всех систем отопления 96%. Осталось подготовить 84 дома, в которых проводится капитальный ремонт. Отопительный сезон, по словам Алексея Ладыкова, начнется в положенные сроки. Но Чебоксарский тоже готовы к будущим холодам. Ситуация с оплатой жилищно-коммунальных услуг даже получше, чем в столице. За исключением тех домов, которые обслуживаются компанией НАВЭК. Работаем и с управляющей компанией, и с собственниками, с тем, чтобы переходить на другие схемы. Сегодня предварительно разговаривали с ТГК-5 о переходе на непосредственные платежи горожан. То есть соглашение, как бы предварительно приезжал представитель Косхолдинга, оговорили, я думаю, в октябре где-то мы выйдем на проектные документы. И это тоже позволит здесь стабилизировать ситуацию по сбору денег за коммунальные услуги. О социально-экономическом развитии Чуваши в 2013 году рассказал Алексей Табаков. Индекс промпроизводства за 8 месяцев 89%. Основные цифры роста и падения дают обрабатывающие производства. Наименьший индекс сложился в производстве транспортных средств и оборудования. Основные причины, которые повлияли на снижение объемов производства, это, безусловно, снижение спроса на внутреннем рынке. И здесь хотелось бы отметить, что, несмотря на снижение спроса на внутреннем рынке, спрос все-таки на инновационную продукцию, на новые виды товаров и услуг сохраняется, в том числе и в Российской Федерации. И во всех отраслях имеются предприятия, которые, несмотря на все эти условия, сохраняют и даже наращивают объемы своего производства. Среди передовых предприятий, которые всегда были флагманами экономики Чувашии. Общий объем отгруженной продукции лидерами 33%. На этих предприятиях трудится более 1 трети занятых в обрабатывающей отрасли. В сельском хозяйстве снижение индекса связано с уменьшением производства животноводческой продукции, а также сокращением валового сбора картофеля. Инфляция в республике составила 4,8%. Это больше, чем в целом по России и по ФО. Специалисты отмечают, что это произошло из-за роста цен на услуги и перевозки. Михаил Игнатьев отметил, что такой рост цен свидетельствует об отсутствии должного уровня конкуренции в сфере оказания услуг. Глава республики поручил проанализировать озвученные цифры и принять необходимые меры к управлению ситуацией. Также он поручил обсудить с представителями Горьковской железной дороги способы снижения стоимости проезда на железнодорожном транспорте. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика.